Гранатина плод характерен для представителей рода гранат. Русское название происходит от лат, помун гранатум, зерненое яблоко, далее из гранум, зерно, от прейндевар, астериск, горно, зерно, научное латинское название, от лат, балостюм, далее из др, греч, бета, альфа, лямбда, альфа и псилан, сигма, тау, йот, омикрон, неу, плод граната. Морфология. Некоторые классификации определяют гранатину как нижнюю синкарпную коробочку. Многосеменный многогнездный плод с плотным кожистым околоплодником, неправильно растрескивающимся при созревании. Гнезда плотно заполнены семенами, очень сочная кожура которых и является съедобной частью граната. Развитие гранатина развивается из нижней завязи, генецей, в цветке расположенных два круга, впоследствии сильно изменяется. При разрастании цвета ложа наружный круг плодолистиков смещается вверх и образует второй ярус над плодолистиками внутреннего круга. Таким образом формируется двухъярусно-четырехгнездный плод, строение которого легко можно увидеть на продольном разрезе. Символика в западноевропейской живописи изображения плода граната часто встречается на религиозных картинах. Гранат, который держит в руке младенец Христос, является христианским символом воскресения, а также символом единения многих под одним началом, то есть символом церкви. В древнегреческой традиции плод граната являлся символом плодородия, процветания и супружества. У финикийцев гранат был атрибутом бога солнца и считался символом жизни. Один из наиболее распространенных орнаментов сначала в восточном, а затем и в западноевропейском искусстве оставался так называемый гранатовый узор. Первоначально гранатовый узор появляется в 15 веке на тяжелых шелковых, бархатных, плательных и обивочных тканях и создается по восточным образцам. Позже, в 16-17 веках распространяясь в Европе узор стал появляться и на более легких льняных и хлопчатобумажных тканях.